Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Собственно, летний сезон продолжает двигаться вперед. Мы тоже не стоим на месте, следим за новостями, за статистикой. Вот уже, собственно, к середине подходит июльский месяц. Мы знаем, что очень много событийных рисков и, в принципе, очень важного фундамента еще впереди. Чтобы совсем далеко не забегать, я предлагаю на этой неделе сфокусироваться еще на целом блоке статистики американского происхождения. В частности, у нас в пятницу будут опубликованы данные по инфляции и розничным продажам. После статистики Non-Farm Feral, то есть по состоянию американского рынка труда, у нас есть четкое понимание того, как может действовать американский регулятор. И чтобы, опять же, сослаться непосредственно на те заявления, которые мы слышали от представителей ФРС, они готовы действовать в конве более жесткой монетарной политики и, разумеется, радовать трейдеров, которые ставят на рост доллара, решениями о росте процентных ставок. Но нужно, чтобы макроэкономическая конъюнтура этому способствовала. Что здесь подразумевается? Здесь речь идет о сильных отчетах, о сильном фундаменте. Non-Farm Feral, который у нас уже позади, оказался более-менее хорошим. По количеству новых рабочих мест здесь прогресс совершенно очевидный. Да и по динамике роста заработных плат. Я думаю, что мы можем говорить, что цифры оказались всем хорошими, пусть не такими классными, как, собственно, количество новых рабочих мест по приросту, но мы держимся на довольно высоких значениях, на довольно больших и комфортных уровнях, которые позволяют говорить о сохранении прогресса в рамках, собственно, американского рынка труда. И мы помним, собственно, друзья, если эта картина макроэкономической ситуации не изменится, мы смело будем рассчитывать с вами на, как минимум, еще одно решение по поводу изменения процентных ставок. Нам нужно дождаться более высоких, конечно же, ориентирован по этим параметрам. И нужно, чтобы по мере приближения следующего заседания ФРС благосклонен был и Трамп по реформам, потому что тогда уж точно пазл сложится и мы получим серьезный, базис для такого долгосрочного роста доллара. Если сейчас коснутся бары доллара японская иена, мы оказались выше сопротивления 114 иен против доллара, но пока что цель максимума на небольшой промежуток времени не выполнена. Мы хотели с вами закрепиться выше планки 114.50, но то, что 114 уже у нас реальность, это хороший позитивный сигнал, мы отбились от поддержки 110 иен против доллара. И сейчас нам должно быть спокойнее, друзья, потому что это явно текущие ценовые значения указывают на то, что сам доллар поведет в себя. Доллар продолжает развитие восходящего движения. Доллар все-таки осознал факт того, что ФРС не просто так поднял процентную ставку и не просто так озвучивал такие же, собственно, ориентиры на потенциальные изменения в будущем. Это поддержка для нас, как для покупателей, которые не отказывались от длинной позиции по доллару, даже тогда, когда геополитические факторы, риски, эскалации напряженности практически толкнуло пару долларов японской иены ниже отметки 110 иен против доллара. Ну, немножко мы облеглись на американца. Я думаю, что давайте мы к нему еще вернемся. Но у нас сперва есть, конечно же, нефть, которая позволила нам с очень хорошим настроением уйти на выходные. Потому что под закрытие прошлой недели, буквально несколько последних торговых сессий, от роста ничего не осталось, нефть стал активно корректироваться. И клоус 46.77 по бренду. Сейчас 47 с копеечками, с небольшим. То есть 45 долларов за баррель – это уровень, который не где-то там далеко, это совсем рядом. И я думаю, то, что, учитывая реакцию трейдеров на статистику и отчеты прошлой недели, то, что рынок остается внимателен вообще к вот этим предпосылкам и подтверждению того, почему рынок нефти – это ульсайдер. Повторение отчетов в определенной, скажем так, редакции на этой неделе уж точно станет причиной закрепления бренда ниже 45 долларов за баррель. Я напоминаю, друзья, то, что на прошлой неделе мы не просто получили очередной блок данных по запасам, по объему добычи. На прошлой неделе мы могли убедиться в том, что Соединенные Штаты Америки вернули себе статус региона, который подрывает все усилия ОПЕК. Ну, это, конечно, гордиться этим не стоит. Но мы знаем то, что для нас Соединенные Штаты Америки – это то, что позволяет вообще не говорить о сделке ОПЕК. Потому что те объемы добычи, которые сейчас имеют место быть в рамках США, это то, что нивелирует действия участников энергетического факта и то, что позволяет нам говорить о все еще актуальной проблеме перепроизводства и перенасечения всего рынка черного золота. Соединенные Штаты Америки на прошлой неделе по статистике наверстали объемы добычи, которые были показаны двумя неделями ранее. Я напоминаю то, что мы пробили 45 долларов за баррель и уже собрались пойти ниже, как в игру вмешался фактор, как стихийное бедствие, скажем так, это шторм в тропическом Мексиканском заливе, который привел к приостановке работы на несколько крупных нефтяных станций. И это стало причиной резкого снижения объемов добычи на 100 тысяч баррелей в сутки, что, собственно, вдохновило покупателей, отправили котировки нефти выше 45 долларов за баррель. Но изначально мы подходили к этому новостному факту как к временному явлению. И я рекомендовал вам ни в коем случае не отказываться от коротких позиций, потому что пройдет неделя, когда тропический шторм уже, как таковой, не будет актуальным, он уже не будет вмешиваться и корректировать статистику. И мы сможем убедиться в том, в какой статистической такой стезе мы будем двигаться дальше. И вот, собственно, в прошлой неделе снова запасы боксами. Пусть они и сократились немного. В целом, не забывайте о том, что мы говорим о летнем сезоне. Это нормально, когда в этот период запасы снижаются. Объемы добычи, друзья, растут. И прошлая неделя, позапрошлая, точнее, плюс 88 тысяч. Снова мы говорим об объемах добычи в 9,4. И я, друзья, напоминаю вам прогнозы от администрации энергетической информации, которые планируют до конца этого года увидеть более высокие планки по нефтепроисходству. Я напоминаю вам прогнозы ОПЕК, Международного агентства, которое вообще ставит на то, что в Штатах будет добываться больше 10 миллионов баррелей. Я напоминаю вам про доклад последнего ближневосточного картеля, который, между прочим, был вторым фактором давления на котировок нефти в ходе прошлой недели. Это увеличились и экспортные поставки, вырос объем добычи. На существенную цифру статистика не буду вам забивать голову. Самое важное то, что сейчас в совокупности в рамках ОПЕК добывается больше 32,5 миллионов баррелей. При этом, если мы вспомним основные параметры сделки и энергетического факта, который был заключен в конце прошлого года, они планировали, по сути, обещали оптимистам, трейдерам, которые верят в высокие цены на них, то, что будут держать производство до 32,5 миллионов. И сейчас эти обещания, собственно, нарушены. Ну и третий фактор такого серьезного давления – это заявление российской стороны о том, что больше нет возможности у России поддерживать большие инициативы по дополнительному ограничению производства, по коррекции. И та доля квота, которая была взята российской стороной на себя в формате ограничения производства на 1,8 миллиона совокупного – это максимум, на что, собственно, Россия готова была пойти. Соответственно, друзья, те, кто ставит на ближайшее заседание ОПЕК и искренне верит в то, что, как и в прошлый раз, ОПЕК пойдет на более агрессивные шаги, будет стимулировать рост цен на нефть, выйдя на дополнительный объем сокращения добычи, я советую этого не делать, потому что уже прошлая встреча ясно доказала то, что больше, чем на 1,8 миллиона сокращать производства уже явно не будут, потому что против не только России, я уверен, против буквально 80 или 90 процентов участников всей этой сделки. И, друзья, еще из последних новостей. Сейчас сам ОПЕК действительно очень серьезно беспокоен той добычей, теми темпами прироста, которые сейчас наблюдаются в Ливии и в Нигерии. По Ливии уже достигнут показатель в 1 миллион, хотя ливийское правительство планировало выйти на этот показатель ближе к концу, собственно, лета. Что касается Нигерии, то производство с начала этого года выросло уже на 200 с небольшим тысяч баррелей в сутки до 1,6 миллиона. Поэтому, посылаясь, опять же, на статью Posted Journal, есть сейчас основания полагать то, что на встречу, которая состоится ближе к концу этого месяца, кстати, на встрече нефтяников, она пройдет в Санкт-Петербурге, будут приглашены как раз представители Ливии и Нигерии. Это встреча в рамках комитета мониторинга, который следит за исполнением обязательств по ограничению производства и, возможно, попробует убедить ливийское и нигерийское государство в том, чтобы им следовало также в какой-то мере присоединиться к сделке ОПЕК, к этому антическому пакту, даже тогда, когда они, собственно, не обязаны этого делать. Из-за гуманитарных соображений им позволили еще в конце прошлого года остаться вне этой сделки. Но поскольку сейчас делается очень большой акцент на США, на Ливию и Нигерию, делается в каком плане то, что вся сделка, в принципе, бессмысленна, если они будут продолжать так активно наращивать производство. Может быть, на какой-то позитивный лад для оптимистов удастся выйти. Но это не скоро, друзья, еще. Я предлагаю пока что нету таких серьезных железобетонных сигналов, полагать на то, что ситуация изменится на всем рынке нефти. Ставить на проблему, характеризующую весь этот сектор. И не просто ставить, а отыгрывать это, торгуя через продажи. Если на этой неделе мы еще раз снова убедимся в том, что растут объемы добычи. Количество нефтяных терминалов увеличивается. Вот, кстати, Бейкер Кьюз прошлой релиза, который вышел в пятницу. Мы вернулись к растущему тренду. С 756 у нас сейчас нефтяных терминалов уже 763, точнее, в штатах. То есть плюс 7 штук за неделю. Нормальный тренд роста. Не сомневаюсь то, что дальше мы будем говорить о статистике со знаком плюс и использовать ее, чтобы оправдывать дальнейшее снижение цен на нефть. Давайте поставим в качестве недели ориентира тестирование поддержки 45 долларов за баррель. Я надеюсь, что сможем даже оказаться ниже. Российская валюта. Как только нефть стала валиться уже очередную сессию подряд в пятницу. Рубль тут же дал слабину и закрепился выше 60 против американца. Это тоже в соответствии с нашими ожиданиями, но мы хотим увидеть рубль ниже текущих значений, поскольку более-менее справедливым курсом сейчас в соответствии с текущими ценами на нефть являются значения 62-63. Потенциал революции за довольный, я считаю, не положительный период времени наперед, на перспективу около 5%. Вот с 62-63 давайте пока и ориентироваться. Доллар японская иена. Безусловно, в пятницу у нас американец был в центре внимания. Почему? Потому что мы ориентировались на важнейший отчет по состоянию американского рынка труда, non-farm barrels. И внимание, почему к этому отчету всегда значительное? Потому что для ФРС именно статистика с рынка труда вкупе с инфляцией являются двумя основными компонентами, на основании которых базируются все последующие решения относительно процентных ставок. И если и последует очевидный прогресс, то ФРС уже не тянет резину, а констатирует то, что макроэкономическая картина улучшается, конъюнтура способствует тому, чтобы экономика выдержала более жесткую монетарную политику. И, уваживая, опять же, рыночные ожидания, ФРС продолжает двигаться по пути более высоких процентных ставок. Собственно, на эту статистику ориентировались именно с точки зрения такой логики. Если выходят хорошие данные, значит, готовимся к последующим заседаниям ФРС и ставим на то, что ставка будет повышена, то есть еще как минимум на 25 базисных пунктов. Статистика, друзья, не разочаровала, поскольку по самим отчетам количество новых рабочих мест плюс 222 тысячи со 152 тысяч. И средний показатель зарплаты. Здесь у нас прирост как в месячном выражении, так и в годовом. 0,2% в месячном, в годовом 2,5%. То есть в соответствии с прошлыми оценками. Это хороший тренд. Это тот тренд, который позволяет нам ставить на высокие показатели потребительской активности, на сильные розничные продажи и верить в то, что следующие отчеты по экономическому росту будут гораздо лучше предыдущих. И мы, опять же, ссылаясь на представителей ФРС, уже смело можем полагаться то, что действительно американская экономика второй квартал завершит с корректированными, с окончательными цифрами на более высоких и достойных для данной экономики значениях. Я хочу еще сослаться, друзья, на протоколы прошлого заседания ФРС, где четко была обозначена позиция. ФРС считает уместным дальнейшее повышение ставок при улучшении макроэкономической картины. Вот рынок труда у нас уже отметился в позитивном ключе. На этой неделе в пятницу у нас данные по инфляции по роничным продажам. Если я уже отметил то, что заработные платы находятся на очень высоких значениях, значит, роничные продажи должны также нас порадовать. Если роничные продажи вырастут, то точно можно будет ставить на экономический рост свыше процентов за вторую кварту. И я считаю, что это даже примерная оценка. Истинные цифры могут оказаться даже получше. Вот что касается уровня безработицы, казалось бы, если увеличивается количество новых рабочих мест, то уровень безработицы должен снижаться. Но в этот раз этого не случилось, поскольку если в прошлом месяце у нас уровень безработицы был 4,3%, а сейчас 4,4%. Нужно, чтобы вы понимали, что когда наблюдается такой диссонанс расхождения, причина в увеличении либо снижении доли экономического активного населения. В данном случае доля экономического активного населения выросла, поэтому не нужно здесь видеть никакого негатива. В целом ФРС, как и обещал нам до конца этого года, простимулировать, собственно, развитие промышленности, создание новых рабочих мест, доведя показатель безработицы до 4,2%, я думаю, что это вполне реальная и достижимая цель. Важно то, что американец поверил в то, что картина улучшается. Статистика прекрасная, нет причин негативить даже то, что не дождались мы еще реформ, обещанных Трампом. Доллар против иены неплохо выросла. 114,13 сейчас актуальные котировки. Я думаю, что мы можем ставить на закрепление выше такого психологического сопротивления 115 до конца этой недели. Фонд против доллара котировки 1,2891. Пятница стала разгрузочной для этого актива, тоже в соответствии с нашими ожиданиями, потому что мы искренне верили, что активность в секторах промышленности, строительном секторе и сфере услуг должна все-таки отправить британца к более-менее низким ценовым значениям, потому что это три основных компонента, на которых базируется будущий экономический рост. И все эти три показателя провалились в рамках прошлой недели. Поэтому мы с вами и на пятницу никаких иллюзий не питали. Если промышленность активности в этом секторе просела, то, разумеется, на общие показатели промпроизводства мы тоже поставили крест. И говоря про отчеты, собственно, в месячном выражении у нас спад на минус 0,1%, с роста прошлого на 0,2%. Промышленное производство в годовом выражении минус 0,2%. Все как нельзя хуже, друзья. Скоро у нас статистика по темпам экономического роста. И я не буду отказываться от своих слов. Я советую вам готовиться к самому худшему значению за последние несколько лет. Если вас не устраивает и вам недостаточно статистики, которая исключительно плохая сейчас по Англии, не забывайте то, что под конец июля у нас ожидается забастовка в рамках Банка Англии, поскольку сотрудники службы безопасности и технического департамента уже, по сути, уведомили руководство то, что по причине недовольства заработными платами они готовы, и не то чтобы готовы, они оставят свои рабочие места как минимум на неделю. Про этот новостной фонд мы с вами говорили в рамках прошлой недели. Я отметил то, что сейчас идут активные переговоры на профсоюзах, которые лоббируют интересы трудящихся с руководством Банка Англии. Но, судя по всему, что до сих пор этот конфликт и эта ситуация не разрешена, видимо, Банк Англии, как говорится, встал к позу и не хочет идти навстречу. Видимо, у них есть какой-то сценарий действий на случай подобных вот инцидентов. Ну, не знаю. Сейчас еще и Банк Англии оставится в таком полурабочном состоянии на фоне Брексита и таких макроэкономических данных на фоне роста заработанных, точнее, инфляции, которая уже, я думаю, превышает 3%, в то время как по зарплатам обещают рост в услуге всего лишь на 1%, то есть трое. Инфляция превосходит показатель роста благосостояния домохозяйства. Здесь, друзья, очень много таких подводных негативных моментов и при всем желании вообще не вижу никакого позитива в рамках Англии. А если так, ну, нужно быть очень смелым, чтобы с такой новостной картиной сейчас поставить на укрепление позиции британской валюты. Я такой смелостью не обладаю. Я все-таки рекомендую вам работать в соответствии с картиной новостной и тем фундаментальным фоном, который мы с вами совместно вместе проанализировали и ставить на то, чтобы фунт окажется ниже текущих значений. Доллар канадец, друзья, эта неделя в прямом смысле судьбоносная для канадца, потому что в среду состоится заседание Банка Канады, в ходе которого будут пересматривать основной параметр денежных политиков, это процентную ставку. Весь тот рост, который мы видели в последние три недели, это рост, который базировался на ожиданиях того, что ставку поднимут, поскольку, судя по комментариям представителей Банка Канады, экономика находится в очень хорошем состоянии и прежние экономические стимулы привели к реализации тех целей, которыми Банк Канады руководствовался еще в 2011 году, прибегая к экономическому стимулированию. Но не знаю, друзья, насколько это действительно так. Согласен, что рынок труда порадовал покупателей Канадца снова поддержал, собственно, этот актив и стал причиной снижения пары USDCAD. То есть, мы в очередной раз вернулись к минимуму за последние 10 месяцев и, к сожалению, моя личная просадка по безделке еще сильнее увеличилась. Мы уже находимся сейчас на отметке 1,2889. Но нужно понимать, что сейчас, если вы, так же, как и я, берите то, что более оправданными котировками для этой пары являются уровни выше даже 1,31-1,32. На этой неделе у нас будет достаточно событий и новостных факторов, чтобы потенциально рассчитывать на движение восходящее этого до этого валютных активов. Потому что если Банк Канады, вопреки ожиданиям, которые присутствуют на рынке, решит повремениться повышением процентной ставки, разочарованию не будет предела. А вот с другой стороны, если говорить о том, что ставку повысит, я думаю, то, что вообще максимум, который можно было уже выжать из этого новостного события, уже выжит. Я бы не поленился, попробую проанализировать, когда у нас была еще в формате ожиданий такая реакция на события до того, как, собственно, это событие стало реальностью. Когда рынок был настолько уверен в том, что произойдет какие-то коррективы монетарной политики, и эти ожидания дисконтировались в стоимости. Это по Канадсу. Я в последний раз увидел такое в 2009 году, но тренд очень быстро изменился, очень давно. Поэтому сейчас, друзья, я все-таки считаю, что рост, который уже превышает полтысячи пунктов на одних только ожиданиях, он чрезмерен. И как минимум хотя бы на 40-50% откат, если этого решения не будет, мы можем рассчитывать. Поэтому по USDCAD надо немного потерпеть. Надо рискнуть, друзья, потому что риск, в принципе, благородное дело, особенно тогда, когда есть все-таки то, чем потенциально можно объяснить это восходящее движение и на что можно поставить в плане тех ожиданий, которых мы с вами придерживаемся. Поэтому по USDCAD я все-таки рекомендую сохранять прежнюю длинную позицию. Тем более, не забывайте, что у нас вообще на Канадса потенциально навалиться может не только отсутствие решения по росту процентных ставок, но и продолжение нисходящего движения и медвежьего ралли по рынку нефти. Об этом мы уже с вами поговорили, отметили то, что в принципе это весьма и весьма вероятно. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки 1.14. В очередной раз причины роста евро стали очередные непонятно откуда взявшиеся намеки, либо рыночное трейдерское заблуждение, то что ЕЦБ находится на пути к нормализации денежно-кредитной политики. То есть тоже вот-вот готов пойти на выход из этих экономических инструментов, начать корректировать программу количественного смягчения и повышать процентные ставки. Друзья, не нужно особо распыляться на слухи, которые присутствуют, на неправильную интерпретацию. Есть непосредственно заявления ЕЦБ и ответственных чиновников, которые ясно дали понять, что единственное на основании чего могут последовать решения о росте процентных ставок, это рост устойчивый, инфляционных ожиданий которого сейчас нет. Если вы сомневаетесь в этом, так откройте календарь, посмотрите данные по инфляции, посмотрите контракты, которые оценивают вероятности изменения и слома инфляционных трендов. Вы лично убедитесь в том, что инфляция продолжает оставаться под давлением. И если ЕЦБ хочет покончить с низкой инфляцией, уж как минимум нужно держать курс евро под контролем и не давать ему чрезмерно расти. Поэтому текущее значение, может быть, мы какое-то время будем консолидироваться рядом с этой планкой, в коридоре 1,1250, 1,1450. Но это уже пиковые такие значения для европейской валюты, которые уже разгрузили даже рыночные настроения. Посмотрите на индексы Каймана, на прочие инструменты, которые анализируют настрой трейдеров в отношении перспектив евро по продажным сделкам и длинным. Вы убедитесь в том, что, ну да, баланса еще нет, но короткая позиция уже не такая историческая, как была раньше. Поэтому вот-вот рынок все-таки начнет потихоньку постепенно снижать курс евро и смещая его к более низким ценовым значениям. А если в последующих отчетах мы снова убедимся в том, что инфляция не то чтобы зафиксировалась на прежних уровнях, а продолжать снижаться, еще драги нам напомню, почему по-прежнему ЕЦБ действует с арсеналом прежних экономических стимулов, тогда евро продолжит снижаться в более усиленных темпах. Я рекомендую не рассматривать евро с точки зрения покупок, напротив, либо занимать короткие позиции, либо ищите подходящие, более подходящие уровни для кратко-среднедолгосрочных продаж. Еще хотел отметить по золоту, у нас сейчас котировки 1210 долларов за трость-кунсу с небольшим. Наша с вами цель 1200 долларов за трость-кунсу в пятнице был 1207, то есть немного мы с вами не добрались. Если рост доллара в ближайшие несколько торговых сессий сегодня-завтра продолжится, друзья, тогда мы очень быстро потестируем с вами поддержку 1200. Но на этой планке нужно будет выйти, собственно, из золотого актива, переварить статистику по инфляции, по рыночным продажам в пятницу по штатам, а уже в следующей неделе снова присоединяться к трейдингу по этому активу. Но в следующий понедельник я, разумеется, вам снова расскажу, что и как, и как можно торговать золотом. Американский фондовый рынок, конечно же, вдохновленный сильным отчетом по рынку труда восстанавливается. S&P сейчас 2427 пунктов. Ну, как и отмечалось ранее, друзья, здесь как бить дать. Очередное обновление исторических максимумов – это вопрос в ближайших недель. Хотите поспекулировать американской фондой – ставьте на покупки, заработайте. Ну, а по остальным активам пока без изменений. Сегодня, по сути, отчетов у нас нет никаких. Я предлагаю ждать статистику по Англии по рынку труда. Это уже вторник. В среду у нас будут данные по ставке Банка Канады. В четверг выступает Джанет Елена. В пятницу два отчета из США. Это данные по ручным продажам и инфляции. В общем, ждем сохранения позитивного настроя для доллара. Ждем ослабления нефти, девальвации рубля. И еще ставим на то, что пару USDCAD нам удастся вытащить с минимума за 10 месяцев и снова вернуть выше отметки 1.30. Друзья, на этом, собственно, все. Не забывайте, что сегодня еще в 16.30 состоится вебинар. Правильный понедельник мы еще раз разберем основные события прошлой недели и посмотрим в более развернутом расширенном формате на события грядущие. Также поставим среднесрочные ценовые ориентиры. Большое всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, форум и маркетс, канал на YouTube. Параллельно не забывайте вместе с вопросами ставить большие пальцы. Лайки, за которым, конечно же, всем большое спасибо. Всего доброго. До свидания.